Недельная глава Реэ И на горе Грязимы, на горе Эйваль вы, увы, слушаете благословения и проклятия. Не просто так в этой святой земле Израиля вы должны исполнять заповеди. Вы должны в этой стране жить, соблюдая союз с Творцом. Это то, что предупреждает Муше еврейский народ. Особенная святость земли Израиля, земли жизни, глаза Творца, которые находятся на ней от начала года и до конца года. Эта земля называется земля Кнана. Кнанские народы населяли эту землю и на всех возвышенностях, на всех высотах они ставили своих идолов, ставили свои деревья, которым они поклонялись. И поэтому повелел Творец, когда ты войдешь в эту землю, уничтожь все места, где эти Кнанские народы поклонялись своим идолам. Сокруши их, жертвенники, разбей их, священные столбы, сожги их деревья оширы. Почему нужно им было делать на всех высотах ставить своих идолов? Потому что они хотели охулить, осквернить эту святую землю, чтобы не было прямой связи между Творцом и Его землей, землей жизни. И сейчас сюда должен войти Его народ, который получил Тору жизни и жизнь здесь по законам Творца. Быть тем каналом, по которым соединяется небо с землей. Небо принадлежит Творцу, а землю дал человеку. Для чего? Для того, чтобы Он осветил эту землю жизнью по законам Тора. Творец заключил союз с этим народом. Не блудите за своими глазами и за своими сердцами, говорится про служение идолов и про разврат. Святой отделенный, вы будете у меня народом святым, народом священников. Потому что я свят, так говорит Творец. Это условие жизни в этой земле жизни. И вот Творец ведет тебя в землю хорошую, землю потоков и подземных ключей. Когда ты будешь есть и насыщешься, ты должен благословить Творца. Браха, благословение и проклятие. Если ты будешь жить по этим законам, ты сам станешь благословением. А если нет, изрыгнет тебя эта святая земля, и ты отправишься в изгнание. Здесь Творец прямую связан с этой землей. Наша глава называется Ре-э. Посмотри. А в молитве мы говорим, чтобы наши глаза увидели, как ты вернешься в Цион по милосердию. Но как это возможно? Мы же выросли вне Торы, вне заповедей, вне земли Израиля. Неужели мы можем почувствовать вкус слов Торы, исполнение заповедей на этой святой земле? И этому учит нас Бальчува, великий мудрец, рабе Акива. Он в сорок лет начал учить Тору. И он сказал, как это возможно? Я ведь не знаю ни одной буквы, ни одной молитвы. И он вышел в поле и увидел, как капли из источника пробили дыру в скале. Но ведь это тоже невозможно. Ведь скала, одна капля не может ничего сделать с этой могучей скалой. Но вторая, третья, десятая, тысячная. Неужели мое сердце тверже, чем эта скала? Несомненно, слова Торы пробьют перегородки моего сердца. И он стал самым великим мудрецом, через которого мы получили всю устную Тору. И это ключ для нашего проживания в этой святой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok